Будь ты хоть д'Артаньяном, возникают ситуации, когда без трех мушкетеров тебе не справиться. На юниорском первенстве России по биатлону в Тюмени состоялась самая коллективная из всех биатлонных дисциплин. И речь идет совсем не об эстафете. Там ты хоть отвечаешь за результат квартета, но свой этап бежишь сам по себе. А вот в командной гонке девиз «один за всех и все за одного» принимает буквальный характер. Четыре спортсмена в команде. Каждая из них стартует с интервалом в минуту друг за другом. На первом огневом рубеже двое ведут стрельбу из положения лежа, после чего пробегают количество штрафных кругов, равное общему числу промоков. Партнеры в это время ожидают коллег на отсечке, а затем закрывают мишени на стойке. Конечно, очень интересно. Тем более, что мы бегаем такие гонки раз в год, раз в сезон. Это очень интересно, особенно когда наши дружные команды едут все вместе, все друг друга поддерживают, помогают. Это очень заряжает на дальнейшие победы. При прохождении трассы и на финише расстояние между первым и последним спортсменом в четверке не может превышать 15 секунд или 50 метров. Итоговый результат считается по времени последнего участника. Более командной работы просто не придумать. При этом в любом коллективе всегда кто-то функционально готов лучше. Приходится прибегать к тактическим премудростям. Кто стреляет лежа, они ведут первый круг. Кто стреляет стоя, они ведут второй круг. А финишный круг стараемся слабых ставить в середину, а первый и последний бежит, который посильнее. Еще стараемся, у кого лыжи получше едут, ставить в конце, чтобы толкать со спуска. Дистанция 7,5 километров. Много выиграть ходом на таком отрезке непросто, поэтому на первый план выходит стрельба, которая в командной гонке тоже имеет свои нюансы. Лучше иметь среднюю команду и более-менее стабильную стрельбу. Сами видели, что стреляли все много. Только Москва с одним штрафом, но они были чуть слабее ходом. И психологически как бы совладать нужно с собой. И в то же время тут же стоит рядом коллега по команде, который стреляет. Это же все слышно. Кто как стреляет, кто попадает, кто мажет, как бы это сбивает. И с точки зрения психологии это очень интересная тренировка. Именно в воспитании психики. Лучше других стрельба далась команде Москвы, но принесла и только серебро. Тройку призеров замкнули удмуртские биатлонистки. А победила, показав оптимальное сочетание и меткости, и скорости сборная Красноярского края, где один за всех и все за одного работали Кристина Панасенко, Анна Григорьева, Жанна Максимович и Мария Кретова. Я просто еду, и я так тяжело, я вот так еду, и у меня еще на палку наступает. Я выживу. Ты честно? Ты чё сации? Продолжение следует...